Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 202. События дня. 2 Фессал Никистан 3.10. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. 1 июля 2016 года. Дальше прочитайте, что тут про Дворкина. Вот это вся миссионерская работа. 20 лет трудился человек, получал деньги. И, наконец, проявляется, кто он такой. Заголовки прочитайте и посмотрите. Руководил созданием миссионерских отделов. Нанесенный вред не восполнить уже ничем. Более низкого рейтинга у православной церкви патриархии не было за всю историю. Все. И не видели, как ослепли все, а что нет духовного рождения. А вот мы сейчас, как Смирнов, берите кирпичи, бейте сектантские дома, окна. Это проповедь. А канон говорит с сектантами, то есть с территиками. Сектанты не так еще говорится. С территиками. Обращайтесь кротко. Быть может, Господь откроет им истину. Вот за это время, сколько новых людей пришло у нас, которые по разным частям света. Руководители сектантов давно у них были на должностях. И беседовали с ними по нашим ресурсам интернетным. Они обратились, купили книги, пришли в православие, некоторые стали священниками. Сказать нельзя. Долбят их со всех сторон православную. Мертвый человек. Мертвый он еще не понимает. Надо родиться свыше. Мертвые отделы. Самые мертвые мертвых, это миссионерские отделы патриархии. Подделка сатаны. По-другому их никак нельзя назвать. Дыра в преисподнюю. Выходят на улицу, что-то их не говорят, а сами злобятся, лопаются от злости. Разговаривать не знают как. Они не воображают. А ты мог оказаться ты, было другое воспитание, другой образ жизни. И оказался бы там. И что, ты пришел бы к Богу? Липов, профессор Шалатан. Юрий Соболев. Это дивные переживания, когда после некоторого перерыва открываешь открытым оком. Вот открытым оком, три точки, с маленькой буквы надо писать здесь. Открытым оком. Три точки. Это отрывок. Это вторая часть предложения. Изумительная чистота. Глубинная мудрость и безызвищная интересность. Можно считать с любой страницы. По диагонали. Смакуя каждую фразу. Вдумываясь в каждое предложение. Режим произвольный. Польза при любом очевидная, благословенная. Слава Христу. Поклон вам. Это, говорит, открытым оком. У меня 30 томов в бумажном варианте выше. И еще три тома написанные. Я их уже не мог издать. Просто в интернете на нашем сайте. Я покажу там книги. И это отзыв такой везде. Где бы не читали люди. И все знают. В мировой литературе не было таких книг. Не было. Я по порядку буду называть. Вот второй том. Это беседа с сектантами. Противосектантские. Третий. Как образовать общину с детьми. Воспитывать воспитателей. Четвертый. Как беседовать с каким родом людей. Ну, люди все разные. И начинается первое. Которые не признают Бога. Второе. Не признают за святость Библии. Что Слово Божие. И такие 24 категории. Вы вдумайтесь в это. Какой тончайший анализ. И ты мгновенно должен определить, кто перед тобой стоит. И подать нужное средство. Выплать ему. Лекарство, если хотите. А они этого ничего не знают. Они нападают. Даже вот. Ну, псевдоправославный. Я псевдоправославный. Но моего православия достаточно, чтобы неправославные делались православными. Это лучшие, каких я знаю. Среди православных батюшек. Притом след неизгладимый оставляет. Как он пришел. Теперь он начинает работать. Самое главное. Выпросить у Бога свидетельство. Доказательство, что ты рожден свыше. И дали водительство Духом Святым. Часто говорят люди. Ну, я не знал. Говорил так. Ну, ты не знал. Ну, Бог знал. А Бог знал. А ты в алтаре стоишь. Руки поднимал. И такую ложь гнал. Как говорится. Волну такую впускал. Ты же понимаешь, что ты на Бога все свалишь. Не знал. Но вина-то сейчас разве Божия? Ну, не знал. Бог знал. Почему он тебе не ответил? Почему не открыл глаза? Ты воевал. Долбил. Ну, стрелял. А теперь с Ардагеном подружились. Ну, и что? Ты дашь-то вывод делать для себя? А вот почему эпиграфом взято труд не трудится? В поте леса. Спроси. Какой в поте? Под резами под этим пропотел? Сотлел? Профессиональная болезнь-то священства. Какая? Ноги. Вены. На одном месте стоит. А ходили бы, как благословенные ноги, благовествующих мир, благовествующих благое. Не ненависть. Кришнаитам, к другим, к сектантам или к мусульманам. А именно любовь не знает этого. И поэтому бросается, как бешеные псы, лютые волки. Я говорю вам, еще не поздно, прислушайтесь, отмените всякие миссионерские отделы. Такой отдел, такого раздел. И что дальше? И где предел? А что нужно делать? Молиться. Молитва, живая связь с Богом открывает. Вот мне поступает сообщение вчера. У меня мальчик, Батугин, Тимоша. Его отец в разводе с женой Светланой. Живут в Подмосковье. Москва. Кажется, Сергеев посад. И он на СМС ссылает. В лагере будет проверка Роспотребнадзора. 1 июля 2016 года. Это пятница. Откуда ему знать? А жена. Жена его трудится. Она не понимает, что ее сын здесь плохо, ему будет. Нет. Женщина. Суд решил. Это нечасто такое, чтобы суд ребенка оставлял за отцом, а не за матерью. Такое бывает, но нечасто. Это значит, что ребенок остался без матери. А теперь, вот он месяц находится здесь, отец его прислал, второй год. А она прилагает все силы, чтобы его заполучить или что, непонятно. Прокуратура, проверка прошла. И вот мне предупреждать. В лагере будет проверка Роспотребнадзора. Это что, игрушка Роспотребнадзор? А туда входят и от прокуратуры, и от милиции. И вчера у нас они уже были. Он предупредил заранее. Как это знать? В Москве знать, что потеряя в кинонавозной куче, где мы находимся, как дети поют, лагерь стан в степи на навозной куче, «Что может быть круче? Йох!» Вот вчера как раз костер был, дети пели. А вот он знает. Она ему, видимо, сделала, сказала, и теперь, я не знаю, радуется она или как, но он знает это. И Роспотребнадзор как на потеху. Женщина, которая в разводе, которая не получила теперь того права, что муж над ребенком, и она долбит, написала заявление, может она замужем за знакомым его Михаила там, или прокурора какого, не знаю. Но дело в том, что на заявление сразу кинулись. Почему? Ответ один, больше заниматься нечем. Террористами занимайтесь. Занимайтесь теми лагерями, где дети гибнут. У нас за 44 ни один не погиб, ни один не поврежден. Но самое-то главное, без помощи государства за 44 года граждане наши растут. Ни рубля государство не дало, кроме гонения. Значит, мы не такие, явно не такие. И вот к этим не таким так относятся. Будет. Это он смс прислал. Но смс это на телефоне. Я его не стираю, так и оставляю. Дальше. По скайпу. Опять первого числа тут написано. Первого. Игнатий Тихонович. Коршун летит. Будет проверка Роспотребнадзора. Коршун летит. У нас коршунов тут много. То есть цыплят будет хватать. Он утаскивает их. Опять же, первого, седьмого, шестнадцатого. Семнадцать тридцать девять. Это маленько с запозданием. Они только выехали. Ну, минут десять прошло. Роспотребнадзор. Мы все засняли. Они в лагерь не проникли. Нет. Я их приглашал, как гостей. Больше десяти раз приглашал. Мы готовились с утра. Молились. Пчистили. Подметали. Везде порядок навели. Где просмотровый зал. Я с их, ну, как сказать, с монитора убрал материю, которая закрывает его от пыли, чтобы зашли, сразу было видно. В бане там. Все прибрали. Ждем. Они нигде не были. Им это не надо. Они пришли не как друзья. А уже свидетели понятые. То есть я виноват. Я говорю, а в чем виноват-то? А вот такая-то Батугина, она написала. И написала, и там добралось четыре человека. Милиционер пятый, шофер шестой. Вот как. И все получают зарплату. Они день у меня провели не меньше пяти часов. Я буду выставлять ролики дней через десять примерно. И вы тогда сами все это увидите. Я их зараза приглашаю. Нет, мы не можем, мы в форме. Ну, снимите форму, я вам дам другую одежду. Нет. Система. То есть боятся каждый потерять. Я понимаю их, понимаю должность. Что такое? Зайду, не зайду. А так придет она, придет месяц, она пойдет, к окошечку распишется, получит деньги. За что? А нужно как делать? Вот она написала, ничего не подтвердилось. Вот за ее счет, этой Светланы Батугиной, все эти поездка, бензин, а ехали далеко, заблудились. Тут корректировку давал по телефону. Но этого не делается. А для чего это? Ну, ничего, явно дело. По ее звонку они поехали. Ну, хорошо. А причина какая? Так проверка-то была уже, была. И милиция, и прокуратура ничего не нашли. Я говорю, дважды делать проверку, когда первая не подтвердилась, и еще ради, через неделю, там, через 10 дней, вторую проверку делать-то. А там, бан, вы ищете только заделье. Причину какую. Я вас не разрешаю заходить, как начальник. Вы будете брать разрешение у двух общин. Ну, я и могу пустить, но потом отсчитаться перед общинами. И вот они здесь-то, они не запускают, я говорю, запускаю наоборот, но только как людей, а не как тех, которые пришли разорить этот лагерь. Но при том, запомните, вам не разорить, у вас 44 года уже начальник, создательный лагерь, я врос в землю здесь, врос. И тут я уйду в могилу. Вам ничего не сделать? Вы сразу-то могли бы прикинуть? Как вы там могли? Так, ну, неподготовленные пришли совсем. Сказали, другая причина. С коммунистами раньше, когда приезжали в лагерь, то знаете, тут опасный преступник сбежал из тюрьмы. А где тюрьма? Барнаул, 150 километров, ближайшая тюрьма. И он оттуда побежал в степи, когда Потеряевка не начинала восстанавливаться, и почему-то в детский лагерь, о котором никто не знал, кроме тех, кто приезжал. Рекламы никакой не было. А он в тюрьме тем более. И вот он скрывается у нас. Ну, глупее ничего нельзя придумать. Ну, прямо. Ну, вы-то какие, кто проверяете? У нас приезжал первый секретарь райкома партии Куфаев. Мамонтского района. Для нас это был хороший человек. Зам губернатора по сельскому хозяйству. И когда они приехали, я отстал от жизни-то. Я говорю, а к нам приезжал тогда, и он обещал не мешать. Так он в тюрьме. Куфаев в тюрьме? Да с сыном вместе с Игорем. Да не может быть. Я зашел в интернет, правда, зарядить у Куфаев. Четыре, кажется, года. Или три с половиной, а сыну шесть лет накатили. Четыреста пятьдесят миллионов украли. Денег, которые государство отпускало на подъем сельского хозяйства тружеников. Тысячи фермеров ограбил. Но мне остается первое. Про это я не знаю. И мы сейчас будем узнавать, где он находится в лагере или в тюрьме, чтобы посетить его. Коммунисты. Первый секретарь и кома партии. Это была единица в то время. Вот какие они. Дорвались до власти. Женщина написала. Ну написала, проверили, ничего нет. Теперь ей ответ дали. Все засняли. Нет, тут уже снимают. Теперь уже санэпидемстанция, врач, что ты... Ну тут я не знаю даже, откуда они... То есть разные системы. Вот почему при коммунистах раздутый был аппарат административный. То есть сейчас, согласно статистике, показывает, кажется, в четыре с половиной раза больше. Да как то же работает столько машин. Ну на одних машинах воруют, а другие за ними гоняются, ловят. И все машины в движении. Походят, это так. Так, приехал милиционер, они по телефону вызвали. А он мамского района, улыбается. Я был здесь. И больше ничего нету. О них мы ролик поставили. Здесь тоже сняли. Четыре ролика будет. Большие довольно. Почти пять часов они были здесь. И все, мы почти все снимали. Потом отец Аким пришел с ними, беседовал. Ну ни под каким видом не захотели зайти. Больше их приглашать я не буду. Они никогда не увидят то, что могли увидеть. Я их заранее, еще они не вошли, спрашиваю. Вы серьезно или для галочки? Раз серьезно, вы пройти даже на кухню, где готовят спать, где дети, где отдыхают, где залы играют, на футбольном поле, где у нас костер проехать туда. Где купаются, где огородчики, где работают, где моются в баню. То есть мы все приготовили, а они нигде не пришли. Теперь уже они там не будут никогда. Я говорю, придет время, вы как будете жалеть. Лагерь супер уникальный. В советское время, на Советский Союз мы были единственный православный лагерь. И ничего не говорит. В них находят около 18 параметров в лагере, которых в других нет, то, что у нас есть в лагере. Ну откуда этот опыт? Ну у вас такой опыт. Ну я не учился нигде. Но я скажу, вот это у нас взято из Японии. Вот это взято с такой-то государства. Вот это взято из Великобритании. Понимаете, какая совокупность? Приезжает профессор психологии, живет здесь, испытывает, с детьми беседует, с кем желает в моем присутствии. И делает вывод. Движущая сила лагеря ТРС, большой буквы, любовь. Любовь. А поэтому ваше обвинение? Ничего нет. Мы добились. Кандидат медицинских наук была здесь. Детей обследовала отдельно в комнате. Девочек там. Там, наверное, предмет избиения ничего нигде не найдено. И ответ прокуратуры написан не прокурорским языком. Жабина Елена Анатольевна, кажется. И она написала. Дети чувствуют себя прекрасно. Ну, отчет прокуратуры, говорит, она забыла, каким языком писать надо. Так не пишет прокурор. А моего сына возьмете в лагерь? Другой спрашивает. Это из милиции уже. Вот за нами ничего нету. Нету. Обман. Я говорю, в 98-м году у нас было 15 краевых комиссий. Мы двери не успевали открывать. А дети на крыше скандировали. Плакаты стояли. В руках держали. Коммунисты, людоеды, займитесь своей душою. Дальше. Руки прощат лагеря Стана. Бог не в силе, а в правде. Александр Невский. Это все выставлено в интернете. Посмотрите. Тогда записывала у нас здесь Марина Демосфеновна. Коимщики, Плотникова. Это у нее был только видеоаппарат. Ну, давнее время-то. Вот. И вот вчера они были. Я на это отвечаю только одно. Сирахов. 27.15. Можно перенести всякую рану. Только не рану сердечную. И всякую злость. Только не злость женскую. Запятая. Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злой женою. Вот откуда слово Б появилось. Что делают они жены. Не конкретно, чтобы не привязывались. Я не знаю. Жену эту. Это вообще говорит о всем роде женском. Я немножко взял только из Сирахова. Ну, по ссылкам посмотрите, что премудрый Соломон говорит. Какие события были. Лучше со львом. Драконом. А дальше на углу кровли. Это вообще, чем в пространном доме со злой женою. Злой жены изменяет взгляд. И делает лицо мрачным, как у медведя. Вот на нас медведь и напал. Напал, но ничего не... Они нам никакого вреда не сделали. Мы садимся обедать. Их приглашаем. Не идут. Я выхожу с тарелкой. Какие сегодня чудесные пирожки напекли. Лично для вас. Ждали мы вас. Дорогих наших соотечественников. А вы пришли как недруги. Зачем же это делать вам. Вы ничего не сделаете. Лагерь вы не закроете. Пока вы сейчас прокурору обратно. А уже 2 августа уже закрыто. Это проходили мы все. Ну заходите. Я им газеты показал. Где на нас нападали прошлого. Газеты разные. И ничего не сделали. Лагерь не был закрыт. За что? Что мы сделали не так? Конкретно. Обвинение-то какое-то. А вот. А она написала. Да так можно любое. Везде обыск. А показали что у вас такое. Это и обыск. Ну показать. Любой сексос стукач может сказать. А что оправдание. Даже дорогой когда обыскивают. Причина какая обыска. Причина обыска. Мы не даем разрешение в машину залазить. Пока не будет показано. То-то. Покажите документ. Ничего нет. Нет. Не будет обыска. Вот. Сам накачанный. Мелисонер стоит. Качается. Видно. На наркоманенство. Про наркоманены. И мы пошли тогда. Там. Где у них ДПС. Здание. Ему показали. Кто мы такие документы. Он сразу махнул рукой. Отпусти их. Он понимает. Дороже будет ему. Мы показали. С какими людьми мы встречаемся. Едем. Из каких библиотек. И сразу нас отпустили. Мы поехали. Здесь-то я что могу. 5-6-6. Она названивает. Их начальница отойдет. Названивает. Нас не пускают. Как не пускают. Наоборот. Я приглашаю. Но мне. По надуманной причине. Чтобы выискивали сейчас что-то. А знаете чего. Нормам не соответствуют. Не соответствуем. И не можем. Это лагерь Стан. Стан значит передвижной. Палатки. Шалаши. А что я там построил. Из прутьев слепил. Так вы сами знаете. Курятий. Как называете. Но дети счастливые бегают. Вот вчера раз привезли. Из Барнаула. Двоих еще. Ого больные. Первое. Сдать таблетки. Чтобы ни одной таблетки на руках не было. Лагерь неоздоровительный. Трудовой. Он работать будет. А что. Легализовали. Детский труд. Ну какой труд. Будто дрова пили для себя. А что. Легализовали дармоедство. Тунеядца простите. Паразитов. Которые воровать будут. Легализовали детей воров. Детей блудников. Детей наркоманов легализовали. Бедные люди. Бедная Россия. Вы будете искать. Одной минуты. Чтобы побыть в нашем лагере. Уже. Вот. Ровно через неделю. Десятого. Будет месяц. А там остается 21 день. И мы разъезжаемся. У меня это было. Прокурор крутил. Крутил. До января долбил. Ему потеря авторитета. Он же начал. Ну отступись вовремя-то. Ну нет за нами ничего. Кто прокурор. Там женщина. Мужчина. Не знаю. Но. Не дело это. Просто не дело. Это будет весь мир. Я говорю смотреть. Что вы делаете. Дети идут. Одного за другим. Приглашают здесь. И они пишут. Ну написали у них лагерь. Находится в 100 метрах от улицы Марии Лапкиной. Улица Марии Лапкиной. Наша мама. Это вообще сию названа наша улица. А почему? Ну достойно. Она приехала в числе первой была. Кто восстанавливает начал. С 91 года. Это мало? Тут она и похоронена. Мало этого. Во-вторых. Она мать героиня. Воспитавшая 10 детей. Героиня. По-настоящему. Не то, что сейчас трое детей. Многодетная. Так у нее 12 детей было. Но. Это что? В ее пользу? А во-вторых. У нее три родные брата. Все ушли на фронт. Артиллеристы погибли. Это что за семья? Третье. Муж инвалид войны. То есть мой отец. Без руки. И она его жена. Все несет на себе бремя. Их косит. И сено везет. Все. Отец только дрова колол. Вот эти качества послужили тому, что утвердили наше прошение назвать улицу именем нашей матери. Такого тоже немного найдете, чтобы дети ходатайствовали о названии улицы. Нам говорили деревню Потеревка назвать Лапкино. Мы не согласились. Хотя образовать деревню было намного легче. Тогда приехали, поселились и дали землю, чем заново восстанавливать. Сколько инстанкций прошли. В Белом доме в Москве батюшка был. Там знакомые провели и наконец открыли. Сколько препятствий было. А сейчас по детскому лагерю. Детскому лагерю 44 года. Они все записали. И написано у них 100 метров. Я говорю, шоферы 100 метров? Тут 300 метров. Переправьте. Не может переправить. То есть ложное уже. Ну явно на глазах. Что-то нельзя проверить. Ну тут-то видно, проверка на машине и метры выскочат. И она везде пишет 100 метров. Я говорю, 300 метров. 300. 300 метров. Мы же замеряли. Ну 300-то метров и 100-то. Разница. В три раза неправда. И она это не может исправить. Ну вот тебе и система. Я говорю, я прожил жизнь в свободе. Мне ни в тюрьме, ни где рот никто не заклеивал. Я начальству говорил. Обращался в СК партии. Что делать? Лагерь, в котором был, расформировали. Ну? Тогда другой вопрос. А почему вас не убили? Теперь убили. Игнатий будет, если такой, его убьют. Пророки лживые. Не убили. Чего мне убивать, когда я уже отжил свое? А вот обязательно показать, хвастануть, что-то знаете. Ничего вы не знаете. Вы уже убиты злобой своею. Внутри растворились себя. Остановитесь. И вот вчера это все было показано. Одетая форма. Я их не мог различить. Если подъехал капитан милиции, его видно 4 звездочки маленькие. А у них, я не знаю, это новое звание. Я говорю, это что, санэпидемстанция? По-другому называется. Какая разница? Так. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Жребий грешника допадет на нее. Жребий грешника погибель. И вот она что делает? И делает против собственного сына, за которым я хожу здесь. Который совершенно ведет себя, как говорят, неадекватно. Совершенно ни с кем не дружит. Где бы ни было, он отворачивается в другую сторону пошел. В другую. От детей. И мы занимаемся, повернуть его надо. В общество вести. А что? Земление не уладится. Не урядится. Вот это вот и идет. Зачем мы такую дали из Москвы везли? Отец посылал. Расходы большие. И отец еще больной. Сердце там его прихватывает. И она не понимает, долбит это. Долбит. Одна не учила. Проверка только закончилась. Вторая. А вторая. Ну, они неправильно делают. По этой причине не надо. Нам сказали, за вами ничего нету. К вам больше мы приезжать не будем. Милиция говорит с прокурором. Помощником прокурора были. Были 10 дней назад. За вами ничего нету. Поэтому мы будем иногда звонить. Не побеспокоим вас. Узнавать, как дела идут. Я говорю, нет. То есть, видите, какой разговор. Нормальный, хороший разговор. И каждый день после этого Мамонтовская милиция спрашивает. Как у вас дела? Сколько ребятишек? Ну, было у нас 15. Вот теперь 18. Вчера трое приехали. Один из Канады мальчика привезли. Отец приехал из Канады. А милиционер говорит. А он природный русский. Подошел, поговорил. Природный русский. Ну, щетина. Нет еще бороды. Тут замещание сделано. Ну, остальное дело, говорится, нажитое. Это вчерашний день. Событие одного дня. А утром я работаю на пруду. Приходится с деревьями увозиться. Так, весь, весь, как лягушонок мокрый пропотел. Они едут, заблудились, звонят. В это время встречают в аэропорту из Канады. Двое приехать. Я их должен свести. Поезжайте в аэропорт, успеете еще, чтобы детей отдать, а не везти сюда. Так и получилось. Все получилось, как надо. А родственник, патриотнадзор, который, да благословит их Бог, но эта организация может сделать большие пакости. А их руководитель, одна же мне говорит, мы можем закрыть любой ресторан. И говорит, это человек большого звания. Заместитель. Там начальника, губернатора. Вот такие даже приезжали у нас. Я говорю, так, как проведу, говорит, по кафе. Или пылинка там есть. Пыль, все, осадок в вене там или что-то. Ну и закрыли вы. И что, вам лучше будет? Да нет. Меня предупреждают. Вот, пожалуйста, коршун летит. Ну, коршун летит, и не евши вы ехали. А могли бы поесть. Мы так их ждали. Пироги, пончики пекли, тут чего только не делали. Нет. Нет. Система не разрешает им. А они вам в мундире. Мундир. Так мундир или человек дороже вам? Мундир. То есть сегодня мундир, завтра пошел на пенсию. Сегодня он прокурор, завтра под топор. Сколько оборотней милиции пишут, прокуроров под суд идут. Где скуратом, генеральный прокурор Российской Федерации. Чего вы боитесь-то друг друга? Он сказал. Ну, сказал теперь, убивать приехали. Он сказал, а вы бы повернули, сказали, там ничего нету. Там нормально все. Больно, конечно. Быстро закрывать. Безаконченное еще. Сейчас я закончу. Дальше. Не давай воде выхода, ни злой жене власти. Не надо давать ей было власти. Советская власть дала ей власть. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина, которая стыдит до поношения. Александр Марьясов. Игнатий Тихонович, доброго дня вам. Помолитесь о Светлане. Идет сильная потеря зрения. Да благословит ее Господь. Братьям низкий поклон, спаси Христос. Еще. Мир вам. Игнатий Тихонович, помолитесь за болящего Николая. Всем работникам лайнерей, братьям низкий поклон. Спаси Христос. И сразу я сейчас коротко еще минуту одну. И покажу. Главное наше это мой мир. Вот я в шапке, не с голубем. Очень богатым. Но я ничего не оставляю здесь, потому что находимся в степи фактически. Очень трудно. Много снимают. И не могу в скайп беседовать до 10 октября. Ну вот наше сокровище. Православный форум. Смотрите какой он. 1590 тетимы. Ну и теперь все перешло на этот православный видеоканал в Ютубе. Вот посмотрите. Вот сегодня я вставляю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять роликов. Сразу вставил. Девять. Ну один, двадцать шесть минут тут. Десять. А один, сорок минут. Ну двадцать минут. Десять, одиннадцать, двенадцать. Ну соедини вместе. Кто посмотрит. Сейчас я обновлю. Покажу. Вот пока разговаривал тут. Ну как бы начитывал. Вот уже изменилось. Батюшка тут что. Одиннадцать посещений. Десять. Восемь. Ну а прошло-то сколько здесь? Сорок две минуты назад. Сорок две минуты. Такое вот. Девять минут. И понятно. Все. И самое-самое большое наше сокровище это сайт. Сейчас я покажу его и закончу. Вот посмотрите где. И самое ценное в сайте это вопросы-ответы. Таких вопросов нет. В мировой сети нет. Это то, что мне задавали в университетах в пяти. Радиопрограммы я тревел. Задавали где в школах, милиции, воинских частях. Где слабослышащим можно назвать даже. И в письменном виде бумажки эти давали. И когда накопилось больше трех тысяч. Стали просить как-то изобразить на бумаге. Это более пространно. Ну и все на этом. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Сейчас я выключу здесь 30 минут.